Виктор и Галина вместе с детьми в Тверь приехали из города Рубежная Луганской Народной Республики. Галина родилась в России, Рубежная стал второй родиной. Красивый, утопающий в зелени город. На её глазах из-за действий украинских военных эта красота превратилась в руины. Я не видела таких деревьев жутких, как в фильмах ужасов. И дома это... Но я не знаю, я сейчас его не воспринимаю, как будто бы это не мой город. Я... ну, извините. Я не могу с этим замириться просто. С Марта муж перестал работать. От украинских бомбёжек прятались дома. Мы забрали вообще на совсем маму к нам. И мама, мы в пятером сидели вот в маленький коридор, там, не знаю, полтора на два. Мы постелили туда матрасы, поскидывали всё. И мы находились просто вот в этом вот маленьком предбанничке. 8 марта нас очень хорошо женщин поздравили. Были такие обстрелы, что, ну, наверное, мы такого ещё не слышали. У нас дом ходил ходуном. Было жутко до безобразия. Просто, ну, не знаю. У меня у дочери начала дёргаться голова, шея. Детвора кричали, плакали. Я не знала, какому богу молиться. Просто-напросто. Мы, наверное, все были в шоке в таком. И никто не ожидал, что будет такой ужас. Знаю, что стреляла Украина. Когда зашли ЛНР, нас уже в городе не было. То есть, как бы, пока мы выехали, по-моему, 12 марта. 12 или 13 марта мы выехали из города. На тот момент там была только Украина. Обстреливала Украина. Утро у нас начиналось с приветствия. Как мы, вроде как, в шутку начинали. Вот едет, слышим, едет танк. Бах-бах. Вот сейчас он подъедет к нам. И начиналось. Спрятались. Мы детей закрывали подушками, накрывали собой. И пережидали вот это вот. И он дальше ехал. Такое ощущение было, как по кругу он ездил. Потом уже мы узнали, что оказывается... У нас там есть чулочная фабрика. Она не действующая, не работала на тот момент. Ну, старое здание было. Что туда выставляли минометы. Как бы точечно они отстреливались. Потом шли в другое место. Я не знаю, как они передвигались. На чем они передвигались. Но люди же ходили по городу. Это у меня была паника. Я такой паникер. Вот. И они передвигались и обстреливали еще с минометов наши дома. Запасы воды и питья подошли к концу. Дальше оставаться на правах пленных в окружении укронацистов было невыносимо. Решили бежать в Россию. Когда у нас осталось, ну, литров шесть воды. И когда третий снаряд попал в наш дом, муж не выдержал. Он черный просто ходил. Не знал, что делать. Потому что связи не было. И как выезжать, мы не знали. И знали одно, что ходили слухи, что расстреливали машины на трассе. Когда к нам вот подошли уже на блокпосту ребята и сказали, здравствуйте, мы к вам с добро. Ну, тут мы все, конечно, ну, не знаю, как сказать. Не расслабились. Наверное, как-то все улыбнулись. И облегчение какое-то было. Директор гостиницы на 167-м километре трассы «Россия», где нашли приют временные переселенцы из Рубежного и Мариуполя, Алексей Аксенов, говорит, испуганные люди только сейчас начали приходить в себя. Когда они приехали, первое время с ними было даже страшно разговаривать. Какие вещи они рассказывали. Даже вот сейчас вот говорю и так, мурашки. Сейчас в Твери семьи из Рубежного и Мариуполя постепенно привыкают к мирной жизни. Все органы власти, службы отрабатывают просто на отлично. Я даже удивлен, честно вам скажу. Люди очень много гуманитарной помощи несут. Ну, люди получают у нас здесь трехразовое питание. Условия проживания хорошие. Люди довольны. Тем временем сотрудники Следственного комитета России продолжают расследовать факты военных преступлений ВСУ в городе Рубежное Луганской Народной Республики. Правоохранители допрашивают местных жителей, которые рассказывают о преступлениях националистов. Патрульная служба продолжит серию программ о живущих в Твери беженцах, спасшихся благодаря специальной военной операции России.